Итак, здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Сегодня у нас дня быстрого включения. Сегодня программа Ревизор проверяет массажный салон. Вот, кстати, мы начинаем с двери. Во-первых, видно, что массажный салон, какая-то вот это... Прискурант какой-то, да, расписание. Ну, не очень видно, не очень хорошо, да? Пока надо затронуть глаза. Посмотрим, что внутри. Ага, вот у нас массажист. Здравствуйте. У нас программа Ревизор проверяет, как у нас работают массажные салоны на территории нашей Москвы. Банокомплексы так. Ну, шкафчик нормальный. Тут, в принципе, видно, да, отделение для двух массажистов. Тут всякие вещи они прячут. Это все нормально, все хорошо. Полки чистые достаточно. Тут какие-то были лежат дополнительные вещи. В принципе, это веники для бани или для массажной веники. Ну, все отлично. Не будем далеко заглядывать. Обязательно шкаф для верхней одежды есть. Это все нормально. Это тоже подразумевает. Там же, это для шаппы всяких. Так, стол массажный. Хорошо. Он открыт белок ростыню. Это нормально, это правильно, чисто. Это потому что вот в столе нету дырки, да? Это вот приходится, попадываясь под голову. Честно говоря, вы можете эту подушечку использовать. Вот так вот положить, вот так вот, да? Ну, в общем, человеку как удобно, так он это все и будет кладить. Здесь у нас шторы какие-то. И, кстати, в этом помещении мы с вами обязательно должно быть минимум от 9 до 16 метров. Но здесь мы видим, что примерно метров 10 метров, да? Может быть, 9 квадратных как раз по минимуму, да? Помещение не акти какое, ну, вот есть шторль, есть окно. Обязательно должна быть вентиляция в нашем салоне. Если нет, то потолочная вентиляция или какого-то там, да, вот, дверь есть в соседнем помещении. Стены не очень чистые, да? Какие-то вот грязные, надо помыть обязательно стены. Масляные, образуясь так, стопчик нужен для того, чтобы альбе самому отдыхать или там массаж головы делать, да, или там стоп, например, кто сидит наскорее. Моет обязательно должна быть в массажном кабинете. Если нет, то душевая кабина, но в данном случае мы находимся в бане, да? Жидко мыл, да, вот, есть, зато руки, масляные надо промывать. Ну, есть ли, честно говоря, сама какая-то вот эта вот, немножко грязновато. Вот это вот чисто все, очень хорошо. Там она даже скрипит. Это каждый день магия. Чистота. Каждый день. Каждый день, да? Умывальник хорошо выглядит. Обязательно нужно, если нет душевой кабины, но в принципе мы находимся в банном помещении, то для клиентов есть мовищее отделение отдельно, да? Туалет тоже есть отдельно. Если у вас кабинет такой, ты снимаете, как бы, для себя, где-нибудь, там, в бизнес-центре, да, или в городе, или, там, ну, именно, в торговом центре, да, то в принципе нужно предусматривать, чтобы были все условия для посетителей. Это и душ, и туалет, и рядом хотя бы, да? Или хотя бы моющий, какой-то, рукомойник, горячая вода, да? И горячая есть. И холодная все, и для того, да? Ладно, вот такие столкни, которые есть, по-моему, да, вот полотенце обязательно нужно. Ну, конечно, вот если трубу, это все нужно закрывать. Это вообще что-то такое? Какая-то мусор, здесь, да? Строительная. Строительная самоса мусора, но в принципе его надо все удалить. Все личные кабинеты надо удалять. Венек вообще, я не знаю, как это вообще старье тут висит. Его тоже надо убрать. Если декор какой-то делаете, то должно быть все такое цивилизованное, красивое. Ну, вот картинки повесили на стену, да, это хорошо. Зеркало, это вообще замечательно. Тут может и сеть, клиент себе увидеть. Иконы. Да, вот тут цветочки декоративные. Иконы, какие-то картинки. В данном случае, видимо, тут работает православный. Сотрудник, да, вот у него такое стремление. Видимо, он не для того, чтобы молиться самому, а избавлять помещение клиентов от, там, заза, торчи. Да, чтобы ауру. Да, вот вы правильно знаете, чтобы было ауровое помещение благоприятное. Также вот для замоков здесь у нас стоят такие, как это называется, сюда наливаются массические масла, да, палочки-то, вот такие можно использовать, сандаловые, да, видимо. Есть набор ароматических масел, может быть, для ароматерапии, может быть, для того, чтобы наливать вот в эти вот чаши. Масло. Семечковое масло. Семечковое? Какие семечки? Для нового, а санократных, да? Вот. Обязательно должен быть набор всевозможных масел, да, ну, мы подруга не будем перечислять, вот, кокос, видимо, масло, да. Набор каких-то дополнительных средств массажных, как вот такие вот кружинки, да, какие-то ролики тут есть. Это вот что, для антицеллюлитного массажа, да? Да, какие-то дополнительные средства обязательно должны быть дополнительные на данном кабинете. Что у нас тут мы еще видим? Ну, во-первых, вот этот чай, вы пьете, да? Чай, по-жимому, первый чай заварить там. Себе наливаете, да, вот правильно. Для клиента это очень важно. То есть вы не только себя наливаете, а такие чашечки имеете, чтобы угощать клиента после массажа, да? Перед массажем желательно выпить чай. Перед массажем, да. Чтобы его и расположить к себе, и чтобы у него как бы внутри было комфортно температура поднялась, чтобы быстрее проработала кровь внутри человека, да? Ну, видимо, дополнительное, что масло всевозможное будет расторопша. Такое для мужчин специальное масло. Олей называется. Так, и обязательно в этом кабинете должна быть музыка. Ну, тут у нас предоставлено как-то что, радио у вас, да? Радио часы. Или вот в планшете вы запускаете музыку, да? Да. Отлично. С парфоном. С парфоном. В общем, каждый для себя может выбирать то устройство в современном первом веке. Все у нас для этого есть, по крайней мере, даже в наличии, наверное, у каждого человека, откуда можно запустить музыку, да? Слэв определенную ауру в этом кабинете, когда можно, ну, и музыкой, и запахами, да? И словесно, и чаем, комфорт показать это на человеку. Когда мы знаем, что получается свет, и тогда мы видим, что как будто бы у нас вот за окном всегда день или солнце. Это то, ну, кстати, подходит помещение для интимных каких-то вот услуг. Да, релангирующий массаж, допустим, не будет делать при сети, да? Да, вот, тоже очень правильно. Что мы здесь еще видим полезное, что, ну, так скажем, программа ревизора, это, конечно, у нас шутка такая. А на самом деле мы осматриваем помещение все для того, чтобы понять, что минимально необходимо в таких вот массажных салонщиках или единоличных массажных кабинетах, да? То есть ни при салоне красоты, ни при медицинском кабинете, а вот так вот отдельно вы можете так в кабинет поставить. У нас тут есть колорифер, например, да? Это вот, суббинкей. Вот это вот тоже очень важно, чтобы подогревать масло, да? Ну, в принципе, вот есть какие-то листики. Одиноподобие подушечек саши, наверное, да, вот они? Они есть. Каким-то, да, азартным, таким приятным, достаточно ароматическим. Вот еще подушечек саши, да, пока это есть. То есть для того, чтобы какие-то были ароматы в этой комнате, все правильно, выкрутки, молодцы. Еще у нас обязательно должно быть на рабочем месте книга регистрация посетителей. Юночка. Всех посетителей надо заносить обязательно точно, четко. Ну, вот мы тут видим, как она выглядит примерно, да? Значит, написано время прихода. Кто пришел по фамилии, по имени, да? Во сколько пришел, что делал спина, ноги, тут вот массаж спины. Так, сколько заплатил? И каждый день надо, когда пришел, какой был массажер. Видимо, вы в смену работаете, да? Здесь написано Олег, Александр, Алексей вот тут вот, да? То есть учет посетителей надо вести обязательно, чтобы был контроль ежедневный, еженедельный, ежемесячный. От этого вы оцениваете, насколько у вас идет хорошо реклама, сарафан на радио, звук, который бежит от вас. Но просто нужно это регистрировать для того, чтобы понимать, какой вид рекламы больше действует. То есть статистика нужна везде. Потому что что, что, есть такая поговорка, что не контролируется, что не учитывается, не подсчитывается, то не контролируется. А не контролируется, значит, пускается на самотек, и значит, мы можем что-то не наследить, не увидеть. Так, и в массажном кабинете обязательно должна быть, салфетки должна быть, да? Ну, во-первых, мы селим салфетки под масло, чтобы не запачкать стол, да? А во-вторых, некоторые клиенты любят, так скажем, на сухую, да, вот они не хотят, например, попариться, помыться, да. То есть им просто вытереть масло с клиентов, тереть салфеточкой нужно обязательно, если человек убегает срочно. Если полетки приходят, они бывают ходные, постоянно выделяется ход со спины, особенно. Да, можно сначала ход вытереть перед процедурой, да? Да. Перед процедурой. Вешать удобно ее вот такого вот обязательно устройства переключить. Даже не устройство, а, ну, просто какая-то палочка, по-моему, на любом хозяйстве на обрезке, да, которая подавится, да? Очень удобно, можно помотать себе сколько угодно. И также у нас салфетки нужны, чтобы вытирать сам непосредственно массажный стол, потому что стол от масла тоже портится. Да, во-первых, клиенту будет приятно уже сочистить стол, да? А во-вторых, это, конечно, димантин, да? От масла, честно говоря, со временем он все равно разъедается, иссыхает, портится. Так что салфетки в вашем арсенале массажиста должны поменять несколько стран. Обязательно. Это время нет. Да, ну, в общем, наша функция такого минимального, обязательного, необходимого арсенала массажиста, который должен находиться в вашем массажном кабинете, выполнена. Я думаю, тут, в принципе, все устроено по принципу достаточности, да? По принципу акама, так называется, да? Ничего лишнего не нужно. Не можно сказать, что это, как бы, акти какой сверх, там, вау кабинет, да? Но, по крайней мере, здесь есть все необходимое. И на этом вам большое спасибо. Мы вас благодарим. Пойдем смотреть следующие кабинеты. Так что вы нас не теряйте. Записывайтесь на наши видео, подписывайтесь на наш канал в YouTube. Ставьте нам лайки. И до новых встреч. Спасибо.